Прекрасно, если вам с утра воскликнуть хочется, ура! Кричите на здоровье и не спорьте! Когда со скукой вы враги, вставайте хоть с любой ноги, Вам это настроение не испортит! Когда заглянет к вам рассвет и скажет весело привет, А птичий ход подхватит вашу песню, То всё на свете станет интереснее. Здравствуйте, ребята! Приветствую вас, мои дорогие, хотя и сухопутные друзья, В моей... Простите, ребята, в нашей уют-компании! Свистать всех гостей уют-компании наверх! Я же сказал наверх, так сказать, свистать! Так, гости что-то запаздывают. Придётся на время гостем стать мне. Ещё секундочка, и всё будет готово. Ну, я же сказал, свистать всех наверх. Гости прибыли, капитан! Молодец, юнга! А где же гости? Вот они. Что-то не вижу. Ну, вот же он есть, я, то есть гость, вот. Ага, рапорт принял, но не совсем понял. Ты, если мне не изменяет мой гигантский морской опыт, юнга. Так точно, капитан! Два наряда вне очереди. Есть, два наряда вне очереди. Разрешите обратиться? Обращайтесь. За что, капитан? Он ещё спрашивает, да? Да юнга на корабле не гость, а бравый и бывалый член экипажа. А я и есть! Бравый и бывалый! Молодец, юнга, хвалю за скромность. Рад стараться. Да, но ведь юнга должен пройти вступительный экзамен. Да. А для этого что нужно? Что? То есть, нет, не что, а кто? Экзаменатор! Правильно. Ну, а если всё-таки не кто, а что? Ну, если что, тогда экзаменующийся. Ну, что ж, это тоже не помешает, но в первую очередь нужна экзаменационная обстановка. Товарищи операторы, создайте, пожалуйста, экзаменационную обстановку. Так, знаешь ли ты, юнга, какое главное качество в моряке? Так точно! Правильно, так точность. То есть, точность. Во-первых, ты должен обеспечить точность начала нашей передачи. А конкретно твоё задание, у нас должны бить склянки. Есть! Бить склянки! Ой-ой-ой-ой! Осторожно, осторожно! Ты так всю посуду перебьёшь! Это, конечно, хорошая примета, юнга, но таким способом трудно узнать, который час. На корабле бьют в рынду. Разрешите вопрос, капитан? Разрешаю. Сомневаюсь, что этот большой медный колокол мне удастся разбить в склянки. Ха-ха-ха! Дитя моё! Его не надо разбивать. В него надо бить. Вот это и называется бить склянки. Каждые полчаса на корабле бьют склянки. Каждый 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 полчаса на корабле бьют склянки. И так, юнга, время не ждёт, полный вперёд! Полный вперёд! Только разрешите сначала мне выполнить порученное мне поручение. Выполняйте. Постой, Юнга, но кажется, я тебе еще ничего не поручал. Да, но мне поручили вручить подарок капитану Врунгелю на новоселье уют-компании. Вот этот замечательный теленгатор. Пеленгатор! Это же прекрасно, Юнга! Ведь в морском деле это же просто необходимейшая вещь. И только не пеленгатор, а теленгатор. С помощью этого замечательного прибора мы можем попасть куда угодно и найти кого угодно. Ой, ну покорно благодарю, Юнга, покорно тебя благодарю. Это же просто бесценный подарок. Его нужно немедленно испытать. О, Фукс! А кто такой этот Фу, Фукс? Кто такой Фукс? Это мой любимый ученик и матрос. Я поручил ему, учитывая его знание всех языков, всех континентов, пригласить гостей в уют-компанию. Да, но где это он? Куда это он попал? По-моему, в пустыню. Ах, да, я совсем забыл. Если ходят пальмы и растут верблюда, то это наверняка пустыня. Эй, Фукс! Ну зачем вы туда забрались? Я же послал вас пригласить к нам в гости дочь капитана, Пеппи Длинный Чулок. По просьбе многих наших ребят. О, капитан, это вы. Я договорился встретиться с этой непоседливой девчонкой возле третьей пальмы слева. А здесь всего одна. Товарищи операторы, не хватило пальм. Товарищи операторы, не хватило пальм. Это не пустыня, а лес какой-то, капитан. Капитан, вот и она. Хочешь, верь, а хочешь, нет. На вулкане попкать, попугай, расспрашивал верблюда. Объясни, а то помру, что такое кенгуру. О, они откуда? Нет у меня покоя, пока я не знаю, что такое кенгуру. Ву-ву-ву-ву. Что такое кенгуру? Они растут на дереве, а дерево на севере. А север на Сахаре бесперенький такой. И мы дома сушали огромную нору, Где от скуки засыхали три веселых кенгуру. Кенгуру, кенгуру. Что такое кенгуру? Кенгуру, 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 кенгуру. Кенгуру! А правдивые морские истории. Да, но как же все-таки тигр попал в пустыню? Там же ведь львы живут. Желтый, мой любимый цвет. Желтые листья, желтое солнце, желтый песок. И я, желтый тигр. А черные полоски не считаются, ладно? Ладно, не считается. Добрый день, дорогой капитан Вромвель. Можно мне в гости в вашу уют-компанию? Обожаю сказки. Милости просим. Но капитан рассказывает не сказки, А правдивые морские истории. Да, вот еще одна прекрасная правдивая история О том, как один тигр решил переплыть океан на крокодиле. Я их встретил уже возле Австралии. Ой, чуть с ним. Я умер от ужаса. Это очень ужасная сказка. Сказка? Сказка. Причем здесь сказка. Вы спросите в Австралии, они вам расскажут то же самое. И вообще, дорогой тигр, перестаньте умирать от ужаса. Ну, хорошо, расскажу вам другую правдивую историю. Знаете ли вы наш глубокоуважаемый гость? Гость, и ты, самый находчивый в мире юнга, почему море стало соленым? Конечно, потому что оно море. Потому что в нем селедки соленые плавают. Ну, это только второстепенные причины. А дело вот в чем. Впрочем, для того, чтобы вам было понятно, мне нужно как минимум четыре океана и хотя бы один кит. Океаны, пожалуйста. Ну вот, северный ледовитый, индийский, атлантический. Иди. Превосходно, хотя и невероятно. Да, кит, где? Ой, а кит где? Вижу, вижу и хвост, и голову, и начало новой сказки. Ну, насколько я помню, настоящие киты несколько больше. Иди на мне. Впрочем, мне приходилось встречать даже карликовых китов, которых заглатывали даже пискари. Для них это вообще было самым любимым лакомством. Ну, насколько мне известно, пискари водятся в реках. А разве вам не приходилось слышать о китах, которые вдруг заходят в реки? Ну, специально для встречи с пискарями. Как хорошо, что не бывает карликовых тигров. А вот это я не знаю. Друг, чего не знаю, того не знаю. Раньше-то ведь океаны были несоленые, и громадные киты этим пользовались. И без конца пили океанскую воду. Ох, какой жадный. Ох, какой жадный. Ох, какой жадный. Холодно, да. И океаны стали мелеть. Тогда я принимаю кардинальное решение. Да. Плыву на Тихий океан и выбрасываю в него подряд пять мешков соли. А, затем в Атлантический, Индийский, Ледовитый океан. И так все три мешка соли разбросал по всем океанам. Какая теплая вода в Индийском океане. А в теплой воде все шерстяное садится. Я в опасности. Утром киты просыпаются и по привычке начинают пить. А вода-то соленая. Невкусная. Ужасная, да. И они начинают выпрасывать соленую воду фонтаном обратно в океан. И от возмущения начинают так бить хвостами. Хвостище-то, хвостище-то, громадное. И тогда начинается буря. С тех пор в океанах бывают бури. Но зато они не мелеют. Не мелеют, понимаешь, дорогой тигр. Вот, поэтому, скажи, Юнга, приходилось ли тебе когда-нибудь видеть обмелевший океан? Никак нет, капитан. И мне тоже. Бедненькие киты. Они же могут умереть от жажды. А действительно. Я это предвидел. Предвидел, дорогие мои. И я посоветовал им научиться, как льдышки, сосать айсберги. Конечно, можно простудиться. Можно. Но зато айсберги, ведь они же пресные. Простудить горло? Минуточку. Я опять в опасности. Нет, вроде бы все в порядке. Минуточку. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я заблудился, капитан. Я двинулся от пальмы на нордвест в район будильника, но в попыхах перепутал магнитные полюса. До сих пор я не пойму, то ли я в Арктике, то ли в Антарктиде. Фокс, Фокс, вы меня позорите перед ребятами. Если вас омывает ледовитый океан, значит, вы в Арктике, а если индийский, то в Антарктиде, понимаете? Зориентируйтесь на мястости. Понял, капитан. Вижу на том берегу индусов на слонах, значит, меня омывает Индийский океан. И значит, я попал в Антарктиду. Ура! Ну, холодно. ПЕСНЯ 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 Санкт-Петербург Не умейте определиться на местности. Чему я вас только учил, Фукс. Я вам даже на дом задачки задавал. Задавали. Задавали, задавали. А что, детям тоже задачки на дом задают? Задают. Ещё какие? И такие? Ну? Из Атлантического океана вода выливается, а в Тихий вливается. Вы представляете, сколько в ответе должно получиться воды? Слушай, пингвин, ты меня удивляешь. Во-первых, задачку нужно упростить. Никаких океанов. Краны. Из одного крана вода выливается, в другой вливается. Всё. Краны, а не океаны. Лучше. А ответ? Ответ можно в конце задачника посмотреть. Верно. А пингвины-то до этого ещё не додумались. Ну, на то они и пингвины. А ребята такие задачки, как орешки, щёлкают. А вы что, разрешают на рук щёлк теории? Да. Нет. То есть, слушай, ты меня запутал. Капитан Врунгель приказал мне срочно пригласить гостей в уют-компанию. А я тут в Антарктиде с тобой прохлаждаюсь. Какой ужас. Какой ужас? Ужас. Так подвезти знаменитого капитана Врунгеля. Может, я могу чем-нибудь помочь? В чём ты мне поможешь? Мне нужно срочно из одного океана в другой вылиться и попасть на передачу будильника. В какую сторону? Эх, я не знаю. Кругом вода, 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 кругом вода. Вода. Будильник? Будильник. Возьмёте прямо на Норд-Вест-Вест. Ну? Потом чуть левее Мадагаскара. Ну? И через Средиземное море прямо до Тулы. А Тулы-то электричка ходит. Электричка четыре часа. О, пингвин, а? Ставлю тебе пять. Иди учись. Ещё лучше. Поехали. Капитан, мне тут подсказали. А вот подсказывать нехорошо. Да нет. Подсказали курс Норд-Вест-Вест до Тулы, а потом электричкой левее Мадагаскара. Так. Теренгую до Тулы левее Мадагаскара. Так, ещё чуть-чуть левее Мадагаскара. Так, 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 так. Так, так, так. Так, вулкан Килимандаро. Огненная земля. Возьмите чуть выше, чтобы не обижались. Тих, 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 тих. Тих, тих, тих. Ставьте мне подсказывать. Это нехорошо. Простите, капитан. Слушайте, Фукс. Вы что, уже здесь, что ли? Фукс, это вы? Я же вас теленгую. Фукс. Значит, уже прибыл, капитан. Садитесь. Познакомься, Юнг, это самый бесстрашный в мире матрос Фукс. Ну, капитан, на втором месте после вас. Ну, не скромничайте, Фукс, на первом. Да. После меня. Ты не представляешь, Юнг, до чего он бесстрашен. Дорогой капитан Врунгель. Слушаю. Дорогой матрос Фукс. Дело в том, что я в некотором роде не совсем Юнга. Не понимаю. Юнг не совсем не бывает. Или Юнга, или не Юнга. Ой, многоуважаемая хозяйка нашего будильника. Государыш. Извините, я так-то раскомандовался. Ну, я, правда, даже не мог предположить. Из вас получился такой замечательный Юнга. Вы прекрасно командовали, как и подобает знаменитому капитану Врунгеля. Капитан. О, не стейки, судары. Слушайте, Фукс, а может быть и вытаскать в некотором роде не совсем Фукс? Что вы, что вы, это самый настоящий Фукс. Ну, святый молодой, капитан. Юнга, то есть, простите. Но к чему понадобился весь этот маскерад? А разве вы не хотели бы быть Юнгой у такого знаменитого капитана, как капитан Врунгель? Ну, в общем-то, я вас понимаю, конечно. Капитан, разрешите обратиться. Разрешаю. То есть, прошу вас. Капитан, разрешите мне остаться Юнгой нашей уют-компании? Разреш... То есть, простите, милости прошу. Камеджан, а мне можно обратиться к ребятам? Обращайтесь. Дорогие... Дорогие ребята. Молодец, Фукс. Кроме сегодняшних гостей, остальные гости в пути и выходят на траверс нашей следующей передачи. Я думаю, что словам матроса Фукса можно верить. Без обмана, так сказать. О, без обмана, так сказать. Не в моих привычках врать. По дороге в Мальдерплату мне пришлось чинить экватор. Я подделывал веслом и связал морским узлом. Между Явой и Таити уронил я в море Китиль. Через день на остров Крит Китиль мне доставил птиц. Помню, голыми руками расправлялся я с цунами. А любой девятый вал, как щенка дрессировал. Без обмана, так сказать. Не в моих привычках врать. По дороге в Мальдерплату мне пришлось чинить экватор. Я подделывал веслом и связал морским узлом. Без обмана, так сказать. Не в моих привычках врать. По дороге в Мальдерплату мне пришлось чинить экватор. Я подделывал веслом и связал морским узлом. Я подделывал веслом и связал морским узлом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова